здравствуйте здравствуйте дорогие зрители канала лазарева тут я лазарева я по-прежнему тут спасибо если вы подписались на мой канал действительно очень благодарна не понимаю зачем вам это нужно но спасибо мне это нужно потому что я во первых скоро на этом канале буду выкладывать новый проект посвященный подросткам релакантом он будет называться где я мы сейчас снимаем его в разных городах разных стран и сейчас чтобы как бы нам всем тут снова собраться и мне самой эта тема очень интересна я разговариваю тут с людьми которые так или иначе связаны с подростковым возрастом и сегодня конечно не могла обойти эту гостью сегодняшнюю потому что она действительно основала в свое время цирк для подростков вот специально сейчас зачем она это сделала мы сейчас еще спросим ларица афанасьева привет лариса дорогая а теперь да а теперь колись за что это было чтобы чтобы да чтобы чтобы что было вот так вот то есть это цирк расскажи вкратце для тех кто не знаком с этим проектом если можно как он начинался вообще эта история немножечко закольцевалась двухтысячном году в санкт-петербург приехал замечательная астрид шорн она тогда была студенткой университета в берлине для того чтобы исполнить свою дипломную работу но дипломная работа затянулась на 22 года если кому ставить памятник в россии то например астрид шорн потому что она смогла создать на мой взгляд для россии значимый проект который является социальным культурным каким-то очень важным и в моей жизни в жизни многих людей событием вот и астрид шорн приехал в двухтысячном году но на самом деле для того чтобы продолжить вот тот диалог или то те тот разговор который устроили ее то поколение ей важно было что-то сделать по-другому и важно было что какой-то след другой оставить после своих прадедов и вот прошло 22 года и упсала цирк оказался в германии совершенно в другой роли так что каким-то образом мы с ней встретились в апреле 2022 года посмотрели друг на друга и сказали да мать кто бы мог подумать что вот так случится но да вот мы прошли круг 22 года создали проект петербурге сначала было целевая такая идея глобальная дети групп социального риска уличные дети и мы тогда неслись по рок-н-роллу социальные работы я я помню что в тысячи третьем году я приехала в Бонн и мне предложили там какой-то проект театральный и для меня это было настолько ну невозможная идея что я могу уехать в какую-то другую страну релаксироваться как принято сейчас или уехать из своей страны для меня эта идея была невозможна непонятно и в 2000 году мы думали что ну и на самом деле продолжаем думать что очень важно социальная работа образование культура не важно где мы находимся на самом деле без этих вещей нам будет сложно жить проект развивался петербург мы создали мы построили свое удивительное пространство очень много проектов куча прекрасных талантливых молодых людей которые сейчас тоже уже по всему миру живут летают радуются улыбаются а как это из сложных про из сложных детей уличных подростков сделать реализованных людей которые живут по всему миру как вы это делаете расскажите я не думаю что есть какие-то специальные истории мы когда с автой встретились мы в этом смысле сошлись на одном что уважение это базовая какая-то вещь но а сам цирк он подразумевает как вырасту большой брошу все убегу с цирком он же предполагает сыгранщину романтику безумия и вот если мы еще можем соединить это с какой-то театральной современной формы культуры со стрит-артом то и вообще классно в это играть то и вообще нас нас прет от этого вот и день я была вчера в гостях и там ребята молодые релаканты сделали бар который называется дружба и парень владелец этой этой с усами подошел говорит помните меня а я то не помню то есть кошмар уже вообще это очень сейчас неприятно когда ко мне подходит такие мужики здоровые а я у вас занимался это просто ну как бы мне я я в этот момент проваливаю сквозь землю и вот так как вот так уже такая да 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 конечно это очень локая ужасно да и он такой мне говорит я когда пришел ваш цирк помнишь мы типа познакомились на улице где-то там и он я как понял что это вообще какой-то какая-то дверь какая-то такая штука и он уехал куда-то выступал на улице это вот этого я не знала то есть я даже предположить себе думал куда-то ну просто потерялся а он 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 в австралии жил он стал шкипером профессиональным он купил яхту потом на этой яхте чего-то там какой-то бизнес замутил и он такой вот он как он такой с усиками такой весь какого-то горят и он мне какие-то вещи говорит о том чтобы если бы не вы а я вообще когда я говорю парень извини я я тут ни при чем ты сам по себе вот такой сумасшедшенький в хорошем смысле слова да ну как бы ну просто три мячика у тебя в жизни оказалось и что-то из этих трех мячиков сделал знаешь это у генна хитбюля есть уловка клоун есть такое клоун старый говорит никогда не бывает последнего мяча то есть вот эта история ты же можешь ну взял и дальше что-то там в твоей жизни уже продолжается в общем не знаю я так как как это происходит но мне кажется вот эта базовая история где люди и мне повезло очень с командой с коллегами где людям нравится то что они делают люди любят это люди взаимно друг друга уважают люди мечтают и что-то из этого получать получается и мне кажется у нас 22 года очень интересная история получилась нет безусловно интересная история настолько что это проект какой-то стал международный вот ты сейчас про бар дружбы говоришь это в лиссабоне который или где-то еще нет в черногории а в черногории все достаточно распространенное название как понимаешь все открывают бар дружбы на у них они делались они делали там мазайку себя мне очень понравилось написано там юрий гагарин и написано юра мы все исправим но рада что у кого-то есть еще на это силы и желание я про то говорю что слушай проект стал действительно международным вот сейчас роли пыли там португалия испания и это же ну как бы это знает ну проект не только для взрослых значим для тех кто убежит вырастет когда вырастет убежит с цирком это же действительно шанс посмотреть как это работает и действительно убежать куда-то вместе с вами или отдельно я знаешь просто пытаюсь тебя как бы не то чтобы похвалить но оценить твой гениальность вместе с астре да про то что вот именно в этом возрасте в подростковом каком-то когда ты ну это наверное самый ну мне кажется это очень сложный возраст и тебе ужасно важно иметь рядом каких-то взрослых людей каких-то всего-навсего вот как ты говоришь которым нравится их работа которые там уважают тебя и в общем то все они не должны быть там супер мега знаешь профессорами там математики там или какими-то там учителями выдающимся нет я просто вспоминаю себя в свое время вообще я в эту передачу знаешь пришла тоже наверно через мысль свой какой-то подростковый возраст который у всех у нас был пытаемся каким-то образом хотя бы вспомнить блин ларис потому что такой ужас чтобы просто ты вычеркиваешь это все как как правило но меня например родители я судя по всему была не самый удобный и хорошие полезные и послушные ребенок и продолжаешь похоже они уже слава богу умерли простите не не переживают они конечно страдали очень сильно так вот они меня отдали в группу студентов университетских я была в восьмом классе это там 14 лет нам было тогда а эти были прям пяти курсники четверокурсники университетские мы пели значит там политические песни это отдельно передача этого будет посвящена но вот то есть они не то чтобы там всем надо мной там как-то шефствовали но вот этот вот знаешь сын полка вот эти какие-то подростки которых куда-то там берут как это как ты считаешь как это должно работать сколько упсала цирков должно быть чтобы покрыть всех подростков на планете я вообще считаю чем жизни больше цирков тем тем лучше другое дело но это у тебя проформация прости да но видишь такая история на самом деле это очень важно с одной стороны это простая вещь люди которые заражены да люди которые влюблены влюбленность это очень большой дар и вот если человеку человеку отсутствует тогда он имеет право пойти на диалог с ребенком да то есть мы я с ребятами говорю что если мы уснули если мы постарели если нам не интересно если нам скучно то мы не можем подростками пойти то есть у нас нет этого ну как бы двери если мы норм да если мы все если мы не подпрыгиваем и в этом смысле я ну когда говорю о понятие счастье я не говорю о том что счастливый это какой-то блаженный человек который счастливый ну счастье это скорее всего это сложная комбинация да если человек не счастливый если человек находится в тотальной депрессии идет подростком то мне кажется надо переждать потому что ты все равно этим вот этим взглядом можешь заразить вокруг себя многих людей да вот педагогика творчество это другое это другой вход на мой взгляд я могу я могу ошибаться обсуждаем конечно интересно вот поэтому и если ты еще в этом смысле профессионален все-таки понимаешь и делаешь какие-то крутые вещи потому что я помню когда мы приходили к уличным пацанам ну понимаешь там но пацаны на улице щипачи они вытаскивают этими карточками раньше деньги из карманов ну какая им тетя там с тремя мечами ну то есть это как бы ну как бы ну странная какая то история я нашла классных ребят такие по 18 лет петя яси метрофанова очень классные пацаны с хорошими и они сальто крутят и и и для пацанов это вау это как бы вот это тоже какая-то штука где ты у тебя есть инструмент нет метод да ну если там мы же видим как какой-нибудь парнишка делает битбокс да и вокруг него собирается или если это хип-хоп какая там энергия какая это драйв потому что за этим стоят не просто слова и цирк это всегда не про слова то есть можешь конечно быть обаятельным человеком и ля-ля-ля-ля разводить но ты должен вау да ты должен произвести этот эффект для подростков чтобы они за тобой как на задудочкой пошли да потому что по-другому на мой взгляд вот этот момент и сказал чтобы подростки пошли как за дудочкой ужасно страшно звучит потому что они действительно пойдут и мы с тобой и не только мы с тобой видим как эти дудочки все работают сейчас в россии и у меня вот перед этим был выпуск сленор горалик которая в ужасе совершенно она ну как бы она специально сделала это одной из тем своей жизни вот эти новости 26 где она подростками в россии разговаривает о политике ну точнее им как-то рассказывает и через это через этот проект она с ними общается и она действительно в ужасе от того под каким давлением они там живут но на самом деле подростки живут под давлением везде конечно и вот как бы чем наша дудочка отличается от их вопрос это очень хороший вопрос вот знаешь какая история история про безопасность для того чтобы у подростков было понимание того что это место небезопасно им сейчас не будут втюхивать и все-таки эту дверь нужно открыть то есть ну например как пример да когда мы создавали цирк у нас была такая дудочка слоя мы хотели создать не просто спортзал в школе зеленые унылые убогие мы хотели построить настоящий цирк настоящее пространство и наружу например лежали классные художники со всего мира и на стенах рисовали классное граффити на тему современного цирка у нас было и остается у нас до сих пор профессиональная сцена у нас есть классная кухня где ребята это за и так далее и когда они приходят приходят в это пространство созданное для них то есть это для них а вайф шоу хорошо мое четкое пространство не в этом пространстве легко создать электросипед вот такая история и вот здесь дудочку нужно отменить и создать такую среду это как бы бы захотели фантазировать, а не плясать под твою песню, которую исполняет Юрий Антонов или Бония, понимаешь? Я условно говорю, потому что мы видели, мы видим такое. И то, о чем ты говоришь, это правда достаточно страшная вещь, где подростки оказываются заложниками вот этого страшного травмирующего, разрушающего вкус, фантазию взрослого мира. Это как бы отдельная история, с которой мы в цирке ведем большой разговор по этому поводу. А как, скажи мне, пожалуйста, как им объяснить вообще? Хотя они же тебя не спрашивают, я тоже, знаешь, вот это лезть, вот это навязывание, о котором ты говоришь, это, конечно, чудесная совершенно мысль. Ты говоришь, ты не знаешь, зачем мы тут. А мы вот действительно создаем какие-то смыслы, да? То есть, когда ты приходишь там под одну дудочку, тебя собирают, говорят, вот тут клево, вот так надо, вот давай, как мы, и ставят себе песню шамана, допустим, да? И дальше уже ты такой, ну, а дальше что? А дальше мы опять тебе расскажем, как надо. Да-да-да. Вот. И, конечно, здесь достаточно тоже простая и непростая вещь, где ты можешь с Леси сказать, ребят, а вас-то что интересует? А вы-то о чем хотите? И, на самом деле, через какое-то время это происходит, когда они понимают, что все, ну, как бы все серьезно, и что за этими диалогом стоят уже какие-то шаги. У нас была очень сейчас важная история, потому что пришли ребята наши в Петербурге, в цирке, и я спросила, о чем? Вы хотите делать следующий спектакль? Они сказали, мы хотим делать о школе, потому что школа нас, ну, уже, ну, то есть мы задыхаемся там. И тогда, я говорю, хорошо, ладно, да, это кружает. Подожди, по секунду постой, это в какой стороне? Прости. Это произошло в Петербурге, но, на самом деле, мы сейчас, этот спектакль, он удивительным образом сейчас в Германии, ну, не этот же спектакль, просто о школе хотят говорить подростки. Они тоже там находятся в состоянии заложников, да, им тоже тяжело дышать, им есть что-то сказать, им есть чем поделиться с миром, да, у них есть огромные по этому поводу переживания. И это совсем другой спектакль получился, но размышления об этом получат. И, и ребят пришли, они говорят, мы, вот, мы хотим в школе, не знаю, вонючие туалеты, почему училки нас называют на ты, а мы их на вы, почему в школу, в столовках такая мерзкая еда, почему, и почему вообще этот Пушкин? и я говорю, погодите, погодите, давайте немножко вот так подошлите, все это вместе, давайте столовку Пушкину в одной не будем замешивать, давайте немножко поразбираемся. и, ну, то есть, и понятно, что когда они говорят о Пушкине, они говорят вот об этой тупой дудочке, которая их заставляет играть, и они вообще не понимают, зачем этот Пушкин нужен. и мы, сейчас мои пришли, да, простите, пожалуйста, вот, про собирание на Пушкину. Да, и тогда, и тогда, ну, попытались найти там самых замечательных людей, самых горячих людей, которые про Пушкин, ну, когда они, знаешь же, да, вот когда есть люди, которые что-то тебе такое рассказывают, и ты бежишь и книгу читаешь, ну, просто потому, что невозможно, потому что человек является проводником этих, вот этих знаний, мы взяли Томик Пушкина и начали гадать, как у Николая Саводникова в программе, и сразу же чудесным образом, вот, Россия спрянет это сна, и на обломках самовласти напишут наши имена, и они, да, мая, конечно, это, и вот мы начали под барабаны ходить и учить это, это стихотворение, и все ходили все время это стихотворение, пели все время мы его, и вот эта фраза, а вот эта фраза, ты понимаешь, да, про что вот эта фраза, да, вот это да, и на какой-то момент, ну вот нам, у нас получилось заглянуть туда, через спектакль, вот куда-то еще, вот туда, понимаешь, и это, и я очень благодарна, потому что я в этот момент тоже с ними была, ну потому что, ну то есть мы, ну, не то чтобы я сидела и со стороны наблюдала, да, как бы, как это все происходит, поэтому. и подожди, и что же ты наблюла в итоге? Наблюдала за ребятами про то, что, знаешь, какая история, когда есть история про подростков, ну, некая легенда, ну, не легенда, а образ подростков, да, вам вообще ничего не надо, да, вам бы только вот там, да, вы вообще обнаглели, и да, ну, вот эти все, вот это все вязкое, и для меня всегда удивительно, когда не только подростки, а вообще любой человек вдруг говорит, вау, меня прет, я лечу, я, моя фантазия, а давай вот так, а давай вот так, ну вот, когда, извини, Таня, пожалуйста, то самое творчество не дает тебе ночью уснуть, и ты подпрыгиваешь, и бежишь, бежишь на репетицию, бежишь к своим друзьям, и ты проживаешь в этот момент какую-то очень крутую жизнь. Слушай, а что если действительно, я думаю сейчас про Россию, да, и российских подростков, которые такие же подростки, как во всем мире, это люди, которые жаждут нового, на самом деле, да, если их до этого не забили гвоздями, и это новое берут все, что им дает, а поскольку там им дают сейчас, ну, определенное, да, допустим, более того, если, допустим, в твоей семье, давай прямо говорить, люди против войны, условно, а в школе ты должен соблюдать, то, что, как бы молчать про это, и поддакивать тем, кто, ну, то есть жизнь вообще адская, конечно, для этих людей, несчастных. Так вот, у меня вопрос, вот, допустим, они там, это же тоже очень зажигательно, сделать спектакль на песне, на песне шамана, наверное, не знаю, я не знаю столько песен, чтобы делать целый спектакль. Мне кажется, он уже напел, да, мне кажется, драмой, альбомчик, альбомчик, подали идею, что? Кому-нибудь ты идею подкинешь, Таня, спектакль на песне шамана, подкинешь. Хорошо, подожди, взлети, что потом будет с этими, ну, как бы, как потом эти люди вытащатся оттуда, или они не вытащатся из этой идеи. Вот, я понимаю, что хочу еще раз вернуться к своему опыту, вот когда мы начинали петь политическую песню, это был там 86-й, что ли, какой-то, раньше даже еще, какой-то, до всяких, 82-й, то есть полный вообще опас, то есть полный тупик, застой и капец. Значит, и пели там, и песни про то, что американцы, страшные козлы, у них насилие всюду процветает. Это я сейчас не наши песни цитирую, а какие-то капустники. То есть действительно была навязана вот эта история. Мы на маевках сжигали дядю Сэма, значит, пели про то, что нейтронной бомби нет по всему миру, пели про Зимбабве, про Чили, про все, что угодно, кроме, как бы, собственных проблем. И для меня это потом, понимаешь, когда я выросла в какую-то такую позиционно настроенного человека, каким-то образом, но вместе с творчеством этой группы, потому что потом мы начали петь про там какие-то внутренние истории страны и через это понимать, что подождите, да нам бы тут самим бы разобраться вообще-то. Что там бы хрен с ними, с этими там дядями и сынами, пусть они сами там разбираются. Так вот, я этот путь каким-то образом прошла. И я не могу понять, я не могу обобщить, как так получилось. Потому что, допустим, я могла бы застрять, наверное, и там, так и думать всю жизнь про то, что да, вот все-таки англосаксы-то, они это, это страшно. Вот с одной стороны, я понимаю, что есть ответственность взрослых, которые могут вот эту всякую пургу залить. Есть еще такая штука, что мы так или иначе в жизни, если там, например, говорить про тебя, мне так кажется, или мне про себя, то мне кажется, что все равно мы встречаем по дороге каких-то людей, которые нам дают очень важные импульсы. Они очень могут быть иногда незначительными, но они собираются в какую-то критическую массу, которая дальше для нас, ну, как наше мировоззрение начинает как-то формироваться. И в этом смысле мы же тоже не можем снять ответственность с подростков. мы не можем сказать, ну, вот это некие сосуды, которые наполняют, вот наполнили вот это, и вот это получилось. Но мы знаем огромное количество людей в Советском Союзе, которые, да, ты сейчас сама об этом говоришь, жили, но при этом критическое мышление сохранялось. И это не значит, что они воспитывались в диссидентских семьях. Понимаешь, ну, это какая-то природа человека к тому, чтобы созидать, развиваться. И ты, вот это невозможно, как бы, вот это ты не сможешь переиграть. И все равно остаются вот эти какие-то исторические вещи, которые человека вытаскивают. И если кто-то вот дает ему немножко воздуха и какой-то мысли, и неоднозначности, да, или понимание вот этого, ну, что-то, что-то открывает, в моей жизни именно так произошло. То есть у меня оказался рядом человек, который мне открыл дверь, и я такая, вау, правда. То есть вот все, что у меня было, это такая глобальная, ну, как бы, это же ерунда. Мне рассказывали, что вот это норма, норма агрессия, норма бухать, норма жить в серости. И мне приучали к этой мысли. И просто когда-то мне сказал, что-то, а есть еще что-то другое. И дальше мой выбор, прийти к этому другому или нет. Пришел человек к нам другой. Хочешь поздороваться, другой человек. Иди поздоровайся и побежишь. И скорее. Иди, привет, ребята. О, привет! Ой, какой симпатичный. Ты что, симпатичный, что ли? Ну, с головой, что ли? Головый симпатичный, бегает по дому. еще и морем пахнет симпатичный. Кусай меня. Кожа. Иди в кроватку. Как в кроватку? Понял, дневной сон сейчас. У нас дисциплина. Все, до завтра. Погулял? Купался, иди в кроватку. Да, да, да. Ну, в общем, вот. Это вообще и понятно, что то, что сейчас с подростками происходит в России, это, конечно, очень печально. Слышишь, у меня сейчас одна надежда, что вот ты говоришь правильные совершенно вещи про то, что человек видит, типа, что так можно было, да, и видит другого человека, который счастлив. Понимаешь? Ведь у меня надежда на то, что те люди, которые им внушают сейчас, как надо жить, как правильно надо думать и какие песни слушать, они не выглядят шибко счастливыми людьми. Вот простите меня. Сколько я их наблюдаю, стараюсь как можно меньше, конечно, но это какая-то скорее не любовь к миру, а не любовь к миру. Правильно? Нормально? Нормально, мне кажется, нормально, потому что, ну, на этом все и строится, к нелюбви к миру, к нелюбви к себе, ну, вот в этой стороне. Я, что хочу сказать, что все-таки, вот, я смотрю, мы, конечно, в таком контакте с ребятами, с питерским проектом, и я в каком-то, ну, просто, ну, потому что, ребят, ну, цирк не финансируется государственными деньгами. Понятно, что огромное количество денег ушло после 22-м году. Дело не в деньгах. Я просто поражаюсь, с какой силой и энергией ребята драйвят. И подростки сейчас являются, ну, невероятной силой, потому что для них это место, это важное место, и они эту историю, чтобы было дальше, разделяют, ну, то есть они вот туда вкладывают прям то по-настоящему, знаешь, вот когда есть какие-то критические ситуации в семьях, ну, вдруг дети принимают роль, вот, человек, который тоже разруливает, да, и вот то, что ребята делают, это потрясающе. И в цирк всегда приходит невероятное количество талантливающих людей, которые продолжают создавать проекты и делать это мега круто. И я уверена, что в России эти проекты существуют вот сейчас вот на такой энергии, где, ребята, нам важно быть живыми, нам важно сохраняться, нам важно быть, да, нам важно оставаться людьми, и пусть эти проекты, пожалуйста, будут дальше существовать. Это очень важно, жить и развиваться. непонятно по каким законам, но иногда какая-то логика сбивается. Это знаешь, как это, вот мне очень нравится история про, что, ну, предположим, знание, это некий какой-то, ну, какой-то подземный источник, да, так или иначе, который исторически таким и является. Но ты можешь его закопать, можешь его забить бетоном и глиной, и гусеницей проехать еще, а он все равно вот за раз где-то раз, и чик-пык, и вот какой-то родничок, и все, и он уже дальше что-то, его опять закапывают, он опять раз себе дырочку нашел и дальше пошел. Поэтому в этом смысле не обыграть, понимаешь, ну, как бы доброту и любовь ее не, ну, нельзя закатать, ну, как бы невозможно. Это такая игра, где проиграют, мне кажется. А зло и ненависть это не источник родины? Не-не, это стихия, это просто, знаешь, это такая, ну, как бы, вот, прости, пожалуйста, понос или рвота. Ну, как бы, ну, это два, две разные физические формы. Это такой понос и рвота. А я говорю про родник, который какие-то ищет подводные штуки. Там другая энергия в этом заложена. Ну, сейчас они проблюются, продрищутся, понимаешь, непонятно, как кого там все это задрищут, ну, вот это печально, что это валючая, достаточно и противная вещь, которая нужна потом отмываться, очищаться, которая нужна. Ага, страшно браться за это, да, ты смотришь. Ну, но вот что-то подвело к этому, что какого-то, какого-то пузатого дяденьку накормили и он заобвал, знаешь, до отвала прямо накормили, прямо вот сюда в ступку забрасывали, чтобы он как... Хватит, хватит ваших образов подвратить. Не-не-не-не, ужас. Очень важно, ты мне сейчас, я все сижу, продолжай думать над мыслью, которую ты сказала, про то, что даже я сейчас в своих как бы разговорах их как будто бы про них говорю, как действительно про каких-то кукол и людей, которые не имеют права, вот они там к ним придут, они пойдут туда, позовут их туда, они пойдут туда, как будто у них нет своего мозга. А в этом и есть, мне кажется, самый главный наш сейчас обман и заблуждение, что мы относимся к этому возрасту. Как вот к тебе прибежал малыш сейчас, окей, я не буду говорить, что у него нет мозга, но согласись, что его мозг сейчас еще не настолько развит, чтобы ему давать в руки три шарика и говорить, пошли со мной, поехали там, будешь кататься по миру и зарабатывать деньги. Чуть-чуть подождем, я понимаю, что беспросветное будущее в этом смысле, у него все решено уже. Почему, понимаешь, это глобальнейший вопрос, почему до сих пор мы относимся к этому возрасту, который до сих пор называем отвратительным словом подростки, даже слово-то какое мерзкое, не знаю, как назвать, люди молодые, маленькие, недолюди еще, не знаю, ужасно, непонятно, как мы, почему мы им продолжаем не доверять и не ставим их с собой на одну линейку. Потому что мир, так или иначе, я верю в это, идет не к прогрессу, а к прогрессу. И мы наравне с этим говорим о правах женщин, о правах сексуальных меньшинств, о том, чтобы уважительно относиться к подросткам, о том, чтобы менять образование. И это не произойдет сразу же. Этот переход, он, ну, как бы случится через какое-то время, где вопрос доверия и вопрос о неподавлении во всех частях жизни распределится, потому что это не только вопрос подростков, а это вопрос многих людей, да, и вопрос воспитания. Я смотрю на фотографии ребят, которые в Грузии, в Белиссии выходят на митинги вот уже несколько недель подряд, называют революцией тинейджеров. и это выходит молодые, прекрасные, красивые, совершенно, которые понимают, что вот эти, ну, как бы, что сейчас эта страна, это их страна, и они, они, какой совок, они не родились, они не, какой совок, ребята, ну, то есть для них это мысль, они даже не хотят об этом рассуждать, и поэтому это их страна сейчас. И вот в них жизнь, да. Да, и вот попробуй-ка пободайся с ними, ну, конечно, страшно, когда я думаю о том, что могут ли этих ребят запугать, могут, но эти ребята сейчас создают поколенческий прецедент, что ли, понимаешь, да, то есть они создают вот эту, ну, как во Франции революция студентов, понимаешь, они же до сих пор, я встретилась с одной бабушкой в Париже, которая сидела с сигареткой и говорила, это ми-революция, я говорю, о-о-о, вот, и понимаешь, она полным достоинством, и она будет своим внукам рассказывать, что это мы, ну, как бы, это очень важный, как бы, вот этот переход, поэтому тинейджеры, ребята, которые находятся в этом тяжелом, физиологическом, я тоже очень всегда говорю, верные мои, вам это ждать хочется, очень спать хочется, все понимают, сейчас тяжелый такой у вас физиологический возраст, но с точки зрения понимания, влияния, мы сейчас делали очень классную штуку, мы хотим у нас в нашем маленьком городе, где мы живем, в Германии, создать инклюзивную группу, и пришли к подросткам, к нашим старшим, и говорим, ребят, что думаете, они говорят, круто, ну, типа, какая вам нужна помощь, было бы классно, если бы вы смогли бы с ребятами работать вместе как тьютеры, потому что есть разные ребята, они говорят, о, круто, кто хочет приходить, у нас будут образовательные блоки по этому поводу, потому что есть там специфика для ребят с физмом, с транс, и с ребят с синдромом дауна, давайте начнем образовательный проект, потому что у них невероятный энтузиазм и вот это желание заботы о другом человеке, ну, как бы, очень круто, чуть-чуть надо поддержать его, чтобы, ну, как бы, просто не было растерянности, знаешь, не было сразу такого шока, а как бы дать им возможность входа, где они будут в безопасности, вот, и все, и все, и достаточно. Ребята, когда приехали, мы встретились после начала войны с ребятами из Украины, и я слышу от своих коллег, которые говорят, давайте, давайте с ними начнем говорить о вот этом пережитом опыте, да подождите вы, спросите вы у них, им-то хочется об этом пережитом опыте, в апреле 2022 года говорить семье, которая уехала из Бучи, правда? Вы правда так считаете? Может быть, немножко, ну, чуть-чуть, чуть-чуть сейчас надо, ну, про какие-то, про что-то другое, про то, что мир продолжается, про то, что мы есть друг у друга, про то, что есть какое-то еще что-то, ну, спросите у них, что они хотели, и так вот, они сказали, они говорят, ребята, отвалите от нас, мы просто хотим жить и радоваться, это вы устроили нам это все, а мы-то хотим жить и радоваться, хотим карасовки на, хотим футболки адидас, хотим классные танцы танцевать, хотим классную музыку слушать, и это очень важное сообщение про них, а потом все равно это, то есть, это важно, ну, как бы, важно какие-то этапы, переходы, не со своей какой-то, в общем, я не к тому, что я всегда в таком открытом диалоге, конечно, мне иногда тоже хочется как бы сказать, а вот давайте про глубокое, про т-т-т, ну, как бы, надо как бы немножко попытаться хотя бы начать вот этот диалог, ты права, что там огромное за ребятами силища, ну, или силища, принятие таких важнейших решений в этом возрасте, ну, как бы, страшно думать, я не помню ничего, слава богу, что с ней происходит, я вот как раз об этом и хочу делать такой проект, знаешь, сейчас о чем думаю, вот ты говоришь про то, что, ну, просто вот это 9 мая, да, недавно там опять возникла вот эта фотография, где сидит полинвалид, там без ног и без рук на вечном огне какой-то там, он на каталке, да, у него нет ног, это старая фотография, какой-то там, 66 год, по-моему, да, вот, и вот он сидит, знаешь, с каким-то рюкзачком, ну, бомж такой, естественно, там, рук у него нет, он толкается вот этими штуками, палками, вот он на вечном огне как бы лежит, такая очень известная фотография, и это те люди, понимаешь, с другой стороны, которым тоже не хотелось рассказывать про войну, то есть, когда там, о, там, батя, расскажи, это герой вернулся с войны, там, давай, расскажи, как там было, они все просто мрачно бухали и не хотели рассказывать, потому что это нам, так говорили, что там победа, счастье, все освободители, все довольные, там был кошмар, такой, в котором людям было просто стыдно признаться, да, и, к сожалению, наша страна так и не смогла про это заговорить, понимаешь, ты вот говоришь о том, что оставьте людей в покое, пусть живут, как жили, да, безусловно, но сейчас, мне кажется, еще важно все-таки помнить о том, что мы все-таки должны об этом. Точно, но смотри, мне кажется, есть посттравматические все вот эти вещи, мы должны какие-то вещи проживать, мы должны, вот знаешь, когда, условно, ты после какого-то трэша приходишь к близким людям, они говорят, ну давай, рассказывай свой трэш, ну они же тебя сначала чаем отходят, они сначала тебе нальют бокал вина или там стакан водки, укутывают тебя в плед, понимаешь, скажут, обнимут тебя, и скажут, подожди, дорогой мой, и только когда человек придет в себя и скажет, ребят, мне важно сейчас вам рассказать, выслушайте меня, ну если у нас все в порядке в этом смысле, как с людьми, но если мы в этом момент говорим, ой, нет, дорогой мой, ну сейчас мы тебя не хотим слышать, нам вот вообще в жизни очень, у нас, ну если говорить о подростках, я сейчас ищу ребят в профессиональной группе молодые люди, которым там по ну вот 25 лет, до 30 лет, которые вот после мобилизационного закона уехали, и вот я пришла с ними и говорю, ребят, ну понимаете, вот сейчас мы должны, мы должны начать говорить, потому что если, ну то есть, вот сейчас уже настало время, нужно говорить о том, что с нами происходит, и вопрос то, где мы сейчас находимся, он, он, понимаешь, он чувствительный для многих людей разных, мы как будто бы умираем, мы как будто бы, то есть мы как будто бы, все как будто бы заканчивается, и это, с одной стороны, очень страшная мысль, от которой тяжело утром просыпаться, и холодит, и так далее, мы не знаем, мы не знаем, будет ли за этой смертью что-то, будет ли возрождение, или мы вымираем как вот род, как человек, ну вот какая-то, какая-то часть, что-то с нами такое происходит, ну, и если мы сейчас на это не будем смотреть, ты знаешь, было такое, после войны, Второй мировой войны, в Германии, дегенеративное искусство, где люди говорили о войне, как вот об этом факте, вот то, о чем ты говорила, они не боялись говорить о той войне, которую они увидели, и понятно, что, о, о, да, но в этом огромное было количество жизни, любви, и так далее, и желание все-таки эту жизнь сохранить, да, или дать что-то этой жизни, и поэтому в Европе пошла тогда вот эта, вот этот импульс с точки зрения человека, его ценности, его прав, его и так далее, потому что ребята оказались перед лицом страшной смерти, страшной трагедии, вот, поэтому у нас сейчас такая лаборатория, я не знаю, как она состоится, мы рассуждаем, как я проведу последний день своей жизни, знаешь, это вот такая, ну, ничего себе, не знаю, но это не с подростками, потому что, ну, как бы, с ребятами у нас будет, мы будем дальше в какую-то историю, слушай, а вообще расскажи сейчас про жизнь Упсала цирка в Германии, почему, как вы там оказались, и что вы делаете вообще? Ага, мы живем в городе Цайц, никто из немцев не знает этот город, когда я говорю, мы живем в этом городе, все говорят, где это вы, то есть мы там прям нашли местечко, и... что-нибудь такое, да, и с точки зрения двух разных миров это вот именно так выглядит. Это такой немецкий Детройт, бывший индустриальный город, где сейчас очень много беженцев, мы туда же в эту копилочку добавили, я тут поняла недавно, что у меня социальный статус, я теперь не просто Лариса Афанасьева, которая создавала Упсала цирк в Петербурге, я эмигрантка, и для меня это было очень... То есть я до сих пор, я еще до сих пор это как бы постепенно, если останется время, про это поговорю, но про Цайц. И это история, где, наверное, самый такой правый угол, да, там огромное количество, и если в Германии может что-то случиться, а мы-то знаем, как это быстро, ну, на самом деле быстро все разворачивается, то вот как раз все силы пойдут не из Берлина, и не из Гамбурга, а вот из таких маленьких городков. И когда мы принимали решение уехать, я принимала свою семью уехать из России, начать новый проект в Германии, я подумала, ну, а какого фига я поеду в Берлин или в Гамбург? Ну, если мы хотим все-таки еще раз попытаться в жизни, это, знаешь, такая еще одна попытка попробовать, ну, сделать важный проект для людей, то поехали-то в мой город Цайц. И, в общем, мы там, да, мы... На карту просто... В 9 лет там оказался мой друг, который... Мы были на Эгенбурге в фестивале и приехали после этого фестиваля. Он говорит, как дела? Я говорю, ну, что все хорошо, только я не понимаю, как бы, дальнейшую концепцию жизни. Ну, то есть, типа, ну, вот, типа, что сделали спектакль, поехали на гастроли, или, ну, в Петербурге уже проект существует. Он говорит, что хочешь? Ну, мне хочется, чтобы появился цирк в городе, а город по-другому зажил. Он говорит, поехали, я тебе покажу. И мы приехали, и я такая, вау, вот это, да. Он говорит, хочешь вот такой город менять? Ну, а там прямо, ну, там вот такое... Там такие люди очень уставшие. Вот, и, в общем... В общем, мы сейчас там делаем много разных проектов. Не всегда легко, потому что действительно консервативный город. Но город нас сейчас постепенно принимает. У нас в какой-то момент был фестиваль, на фестиваль пришли реальные скинхеды. Прямо вот такие в майках, в предпоголовок. И все мои друзья из Берлина забились в угол и говорят, выгоняй их, это скинхеды. Я говорю, нет, ребята, мы же социальная работа. Я говорю, пацаны, заходите, вот вам пивко, откуда вы? Мне в этом городе жить. Мне с этими пацанками еще надо по одной луке в эти пучки ходить. Не надо. Не надо с ними. Это город людей, которые потеряли... настоящее, будущее. Это люди потерялись там. И если у меня не будет сочувствия и какого-то диалога, и какого-то этого, тогда мы не сможем стыковаться, мы не сможем быть вот опять в каком-то диалоге. В общем, с пацанами мы теперь здороваемся. сейчас занимаются 120 детей и подростков. Мы делаем большой проект в школе. У нас есть профессиональная группа. Сейчас мы делаем несколько летних кемпов. Это на каком языке, скажи мне, это все русское язык? Мы активно учим немецкий язык. И у нас сейчас команда приходит. Знаешь, я очень переживаю по поводу русского бабла. И вот что я в связи с этим мы с командой думаем. Что на самом деле, когда ты находишься в ситуации, человек, который эмигрировал и находится вот в этом, ну, как бы ты дом оставил, и вот здесь тебе нужно принять решение. Ты здесь гость, и это только твое решение. Либо это твой дом. Мы же ничего не знаем уже сейчас, исходя из этого опыта, сколько этот дом может продлиться. Мы же понимаем, что все быстро меняется. И может быть, нам придется собрать чемоданчики очень быстро и поехать в какой-нибудь Перу. Я не знаю, куда нам еще будет. Вот в тот момент, пока мы здесь проживаем, нам важно создать дом, в котором нам захочется жить. У меня в Фейсбуке, я в какой-то момент, там есть каждый день такие протесты АФДшников, правые. Они очень агрессивные. Я написала в группе нашего города, что, друзья, это очень выглядит агрессивно, это очень пугающе, это пугает детей, это страшная вещь. Я эмигрантка, я плачу налоги, я создаю здесь проект, но мы не можем против друг друга вот таким образом. То есть это не диалог, когда вы говорите «Ауслендер Раус», иностранцы удаляйтесь. И мне раньше писать о том, что они поехали к вам обратно в Россию. Нет, вы не можете меня, ну как бы я в этом смысле неуязвима, не поехать, я здесь. Я здесь, и здесь хочу что-то делать. И для меня это очень важно и ценно. Мне нравится этот город, и у меня есть какие-то для ваших детей предложения для того, чтобы они не употребляли наркотики, для того, чтобы алкоголизм немножко в этом смысле снизился, для того, чтобы культура постепенно пришла, для того, чтобы в ваш город захотели приезжать люди и покупать недвижимость. У меня есть предложение для вас, друзья. Поэтому я расстраиваюсь, но не обижаюсь, но расстраиваюсь ровно на коротко чуть-чуть. Вот. Поэтому вот сейчас для нас задача создать интернациональный проект, чтобы вот этого бабла русского избежать, понимаешь, русскоязычного. То есть мы активно учим язык, приглашаем в команду разных ребят. Там у нас есть ребята из Франции, из Словении, из Германии. И нам важно вот такой обмен людей, энергии, музыки, творчества. Чем больше будет красок, чем больше будет музыки, чем больше будет движения, чем больше мы будем... Вот у нас сейчас мы делаем большой карнавал в сайте. Если хотите, приезжайте к нам 25 мая, который будет называться «Я большой» для наших у нас четырехлетних, от четырех лет ребята. Я вижу, как они ходят по городу. И, например, Ванька идет и говорит «Халё!». А ему только каждый пятый человек говорит «Халё!». Потому что остальные сняются. Ну, я не знаю, почему, да? Но важно, чтобы детей заметили. Их важно сделать вот такими «Аааа, мы здесь, ребята!» «Мы здесь, мы с вами!» «Мы прекрасные, мы красивые!» «И давайте жить прекрасно в этом городе!» Вот, Таня. Ну, в общем, мы пробуем. И по-подростке какие-то невероятные тросковые группы у нас случилось совершенно чудесное, которое прямо ужасно с ними на одной волне. и поедем с их спектаклем, который называется «Митинг». Мы будем показывать свой спектакль в одном цирковом шатре, а ещё мы покажем этот спектакль в общежитии для беженцев. Для ребят это тоже важная какая-то вещь. Я просто, знаешь, тоже думаю вот с этим проектом с вами вообще не понимаю, почему вдруг меня вынесло на эту подростковость, но оказывается это так важно всё и так глубоко. Может, я для этого жила всю жизнь, понимаешь, чтобы этим заняться. Но я тоже просто почему мы там снимаем в каких-то городах и говорим конечно с теми, кто уехал, беженцы по большому счёту, подростками. Как выясняется, и тоже, понимаешь, думали мы про этот бабл, как бы нам так их ну то есть интегрировать, помочь им интегрироваться в это общество. Но потом, ты знаешь, я поняла, что очень важно, они всё равно так или иначе, слушай, они так или иначе всё равно интегрируются, они прорастут в эту почву. У них другого выхода нету. Это у нас есть другой выход. Ты знаешь, как на Брайтоне ходить там, послайся тебе колбаски, и вот это всё. У нас, пожилых людей, мы можем не внедряться. У нас столько было уже сзади, что вот это всё начать заново не у всех получится, да и фиг с ним. А эти точно прорастут, их выдернули из одной почвы, посадили в другую, прорастут. Поэтому мне как раз здесь важен в том числе вот этот русскоязычный бабл, как, не как, чтобы они в нём жили, они не будут в нём жить, стоп-лодово. Но вот в плане какой-то безопасности, безопасного места, которое очень нужно в этом возрасте, да, потому что тебе вообще жопа, в России я тут не говорю такие слова, стараюсь, ну то есть тебе со всех сторон тебе жопа там, и родители тебе нафиг уже сейчас не нужны, которые были твоими близкими людьми там всю жизнь. И с телом у тебя фигня какая-то происходит, ты вообще ничего не понимаешь, и не хочешь об этом думать, ужас, ужас, ужас. Плюс там вот это всё, там я жрать хочу, мне холодно, мне жарко, только это как у нас, простите, у пожилых женщин, я про себя сейчас, тоже бывают такие моменты с возрастом, это, конечно, не подростковый нифига возраст, но очень понятный, ты понимаешь? Говорят, опушаться ещё будет, Тань. С твоим телом иди нафиг, я не хочу об этом думать, в этом смысле, я могу... А мы будем подриться. Не хочу, не хочу, хочу быть подростком, не хочу об этом думать. Так вот, я про что говорю, что вот это вот, может быть, я, конечно, не права, думая о том, что это спасительный бабл, защитный, когда ты хотя бы в своём языке, тебе хотя бы, может я... Да, может быть, он там может как-то изменяться там не в хорошие стороны, этот бабл там, перекашиваться, но вот этот шанс для того, что у тебя есть всё-таки место, где у тебя будут взрослые, да, и говорить с тобой на твоём языке, ты хотя бы можешь выдохнуть и живот не втягивать больше там и вот это вот. Ну, это так. Я знаю, что, Таня, я думаю, что это какой-то период может быть, что ты говоришь, но потом, дело в том, что мне очень понравилась девушка, она приехала из Берлина, и она сказала о том, что вот так прикольно, что есть бразилицы, что есть перуанцы, что есть испанцы, что есть эта культура, что есть это, она говорит, это так прикольно, что ты можешь не только вот эту тему всё время, но если мы чуть-чуть всё-таки откроемся другому миру, это тоже очень важный момент. Ну, понятно, что язык – это какая-то базовая вещь, но внутренне, я знаю, знаешь, несколько людей, которые, если не знают языка, они сразу такие и отмораживаются, и к русским такие идут там, с ними трон. А есть люди, которым любопытно, любопытен мир, понимаешь, да? То есть им пофиг на каком… Мне так не понравилось в Португалии, что люди со мной общаются на португальском и им по барабану, понимая или не понимая. Ну, то есть это так классно, и ты в этот момент тоже расслабляешься. Ну, там что-то тебе на таком вот этом певучем языке что-то важное говорит, и что-то ты в какой-то момент уже начинаешь понимать, потому что он тебя не боится, ты его не боишься, и вы чё-то два… И хихикаете. Ну, как бы, понимаешь, и вот это любопытство, мне кажется, вот с подростками мы можем про это говорить, что мир безопасен. Вас не покусают. Мы с ребятами говорили, знаешь, да, вот про то, что когда ты русских встречаешь, вот ты можешь точно сказать русский. ум, да, вот видите, что-то такое вот удивительное, да, такое вот в лицах. Остороженное лицо человека, который ждёт, что его… у меня подростка итальянка, она в Венеции, что с вашими лицами, что вы всё время паритесь, чего у вас там такое, и вот это кто вы, чего вы, ну, то есть мы… Вот сейчас есть, мне кажется, у всех у нас такой шанс вот эту парадигму, да, вот эту, вот эту штуку, её попробовать поменять, потому что мир прав в другое. Если мы можем любить друг друга и себя, ну и классно, а дальше язык уже, какой мы определим, тут вот и определим. Но вот надо в данный момент, наверное, справа, что, чтобы где-то выдохнуть, хотя уже, уже надо дальше, надо уже чуть-чуть к людям разворачиваться. Ой, хорошо, спасибо тебе, дорогая. Ты куда сейчас? Даша? Мы сейчас пойдём на спектакль, который мы будем показывать, который называется «Чемоданы». Ты хочешь познакомиться с Тадей? А давай мы закончим. Да, это Даша, моя жена. Ой, извините, пожалуйста, я думала, мы закончили. Извини, пожалуйста. Это мы выделили. Импровизатор. Ой, да, это такое тоже любимое. Да. И мы сейчас пойдём показывать спектакль «Чемоданы», где мы как раз с ребятами говорим, что у каждого в своём чемоданчике. Вот у кого-то чемоданчик с хорошим, а кому-то надо из чемоданчика что-то вытащить и оставить этот чемоданчик и попробовать перезагрузиться. Вот. но очень прикольно, потому что мы думали немножко про себя, а люди такие «Да, типа, у меня чемоданчик». У каждого у нас чемоданчики, никуда мы от них не денемся. Что лежит, это наш выбор. Что положим, то и понесём, знаешь. Можно тяжёлые, можно полегче, можно с бутылочкой гимнат, понимаешь? А чё, можно было так, да? Можно с одной книжечкой, понимаешь? Можно с любимым платьицем, игрушечкой, да, с какой-то. Можно с игрушечкой с детства, понимаешь? Можно, чего хочешь, ну, главное, удалочки оставлять. и не тащить его, если он без ручки. прям такой. Ну, вами. Да, можно снять. Тоже вариант. Слушай, много опций. Да, прекрасный спектакль. Слушай, спасибо тебе огромное. Я прям мечтаю уже, наконец-то, снова на вас посмотреть, потому что давным-давно в музее, как в Еврейском музее в Москве, я смотрела вас тогда, это было, водила туда. Количество своих детей, которых смогла уговорить, но не всех, по-моему. Вот, и ужасно надеюсь, что когда-нибудь еще увижу, и всем, конечно, зрителям советую, хотя бы сейчас, и прости, я должна была это сказать в середине, поставить лайк этому видео, и всем очень советую, конечно, на вас ходить и смотреть, потому что это искусство, которое порождает твои собственные мысли, твою рефлексию, отражение, ты видишь там, о, о, так у меня-то похоже, спасибо, что сказали. Так что спасибо, что это... Спасибо, спасибо большое. Берегите себя все. Мы тоже, да, уж бережем себя, но относимся к себе бережно, вот так я бы сказала. Да, хорошо, хорошо. Все, окей. Спасибо, спасибо, пока-пока. Замечательная совершенно Лариса, конечно же, про любовь, прежде всего. Мне очень понравилась вот эта метафора про то, что любовь, знание и доброта это какие-то неистащимые источники, которые всегда будут, а вот все остальное, оно какое-то периодически возникает, его становится больше, потом становится меньше и, в общем, это победимо, скажем так, мне кажется. Я в этом уверена. До новых встреч, дорогие мои зрители. Подписывайтесь еще раз, рассказывайте про это видео другим и обязательно комментируйте. Я все читаю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...